Сегодня я веду репортаж рядом с музеем воинской славы и мечей. Ребята, а вы знаете, чему посвящена наша сегодняшняя экскурсия? Да, знаем! В октябре мы смотрели композицию «Отечество славной сыны». И многие из нас участвовали в ней. И сейчас мы пришли в этот музей, чтобы побольше узнать о наших соотечествах. И мы с вами провели пяти залов нашего музея по дорогам войны. И познакомимся с нашими земляками, которые защищали Родину. Но давайте мысленно вернемся намного лет назад и посмотрим, как же жили наши земляки на ходу войны. Вы видите интерьер в комнате. Ну, в принципе, вещи многие нам знакомы. Но вот этот предмет уже как-то вышел из обихода в квартиры. И поэтому большинство уже наших посетителей не знает, что это предмет мебель, или называется этажерка. И тогда он был в каждом доме. На верхней полке находится радио. Нужно у нас радио-карелка. Нежная топора, бюргин-бюрсона, который папа подает прямо на кону не войны, с которым он дошел до Берлина. Шкаф-толка самодельная. Журналы того далекого времени. Патефон, который пели, танцевали люди того времени. Ну, а на стене мы видим календарь, который взяли на числе по 30 июня 1941 года. Именно в этот день в Швистской Германии в 4 часа утра начала бомбить наши города Иссо. Она напала на нашу страну внезапно, без обновления войны. И вот война уже шла по нашей хранике, а наши земляки еще ничего не знали. День был воскресный, и люди занимались своими делами. Только в 12 часов дня, вот, сходя на улицах нашего города, продаться был с левитана, который сообщил о том, что началась война. И уже на следующий день выходит указ о мобилизации 14-ти возрастных групп. Но, кроме тех, кто идет на фронт по повесткам, военкоматы будут тысячи добровольцев с единственной просьбой отправить на фронт. И вот вы видите заявление нашего земляки, как у Тепова, написанное чернилами. Для этого вы видите чернильницу и ручку с перу. На фронт уходят из многих семей по нескольких человек. В годы войны, перед войной, семьи были, как право, многодетны. Их было, и особенно в деревнях. И вот вы видите пять фотографий братьев Ларионов. И вот были семеры. Но две фотографии семьи не позвалились. Все семеро ушли на фронт, все семеро погибли на фронтах в Великой Отечественной войне. И их матери, Анастасия Акадьевна Ларионовой, напротив, сошел в музей по старой фронте. Верно, обратили внимание, да? Она стала как бы символом солдатских матерей, которые отдали своих детей родине, чтобы их сыновья защитили честь. И воевали на Центральном фронте, были самой молодой бригадой. Возраст этих мальчишек был 18-19 лет. 5 марта их бросили в возле старинных городов Севс. И с 5 по 26 марта погибла вся бригада. И была расформирована. Долгое время никто ничего не знал. Как будто и не было этих 3 тысяч мальчишек, погибших за свою родину. И мы решили, что это несправедливо. И хотя мы нашли пока только 4 человека, о которых можем рассказать. Но тем не менее, память об этой бригаде останется в сердцах тех, кто сегодня живет. Смотрите, на верхней фотографии мы видим, как горят водаевские склады, которые были взорваны уже 8 сентября 1941 года. Город находится в кольце врагов. И привезти столько продовольствия, чтобы обеспечен был весь город, было невозможно. Поэтому в городе водятся вот такие карточки, по которым в день выдавалось 125 граммов хлеба. А хлеб в Ленинграде вообще людей практически без муки. Он получался вот такого черного цвета и очень тяжелый. И 125 граммов это был такой кусочек. Это был интернет на весь день. Молее миллиона ленинградцев погибли голодной смертью и погромили на пестеросском плавающем. В этой витрине вы видите и чайник, который знал, что такое благодать Ленинграда, и бетон. С этим человеком из этого чайника, семья Надь, которая потом была эвакуирована к нам в ГОМС, пила чай, чтобы хоть как-то обмануть свой голод. А с этим бетоном ходили на небу за водой под обстрелом фашистским. Потому что в городе ничто не работало. Ни водопровод, ни канализация, ни отопление, ни электричество. А согревались с помощью таких печек-буржуек. Вот там с той стороны отверстия, туда вставлялась труба, которая выводилась в форточку, ну, чтобы дым шел на улицу. А отопили мебелью, книгами, газетами, журналами, пытаясь хоть как-то согреться. Но невзирая ни на что, ленинградцы продолжали жить, работать и сражаться с врагами. А защищенная ленинградца ведут другими дивизиями наша полская 364-я стрелковая дивизия. Вы видите первого командира, с которым дивизия ушла на фронт, это генерал Соловьев. Вот на этой фотографии вы видите четырех командиров. Они были командирами четырех стрелковых полков, которые вошли в состав этой дивизии. А ниже вы видите фотографию нашего земляка Виктора Антоновича Вершбицкого, который в 43-м году стал командующим 364-й стрелковой дивизией. Ему было всего 38 лет. Поэтому, чтобы выглядеть солиднее, отпустить бороду. Отпустил бороду, и вот так и звали в Соловского борода. Ну, а на вопрос, когда он ее сбреет, он отвечал, и бороду сбрею, и курить брошу в День Победы. Ухо прогрессов со земли. А родные получили извещение, что он пропал без вести. И долгие годы ждали его домой. Но прошло время, Александр не возвращался, а школьники направлено, где разбился его самолет, поговорили с старожилами и решили на месте падения самолета начать раскопки. И вот на глубине 7 метров они нашли обломки самолета, вот этот фаршот, который потом прислали их на область, и вот этот пункт, который предположительно был убит Александр Сазонов. Вы видите, какая форма была у летчиков года войны на фронте. Она рассказывала, как вчерашний школьец, девчонки, маленькие и хрупкие, на своих плечах под обстрелом фашистки выносили с поля боя раненых, при этом нередко погибая сами. Вот вы видите, Ваня Бенчарову, которая погибла, когда ей было всего 18 лет. Но она спасла вот этого лейтенанта Роскова, который подорвался на мине и потом перенес 19 пластических операций. А 2 февраля, где-то за 100 утра, заканчивается победа наших войск. И вот вы видите пленных фашистских генералов. Посмотрите, как изменился облик фашистского солдата уже к концу 1942 года. Посмотрите еще на один запок, который тоже пабличным путем стал выпускаться в Германии. Опять-таки для спасения ног фашистских солдат и офицеров. В этой битве за Сталинград с обеих сторон погибло около 3 миллионов человек. И поэтому не случайно генерал Роднинсов сказал, быть под Сталинградом и выжить – это все равно, что заново родиться. Под Орлом погибает командующий 308-й терповой дивизии Летин Фанадович Кубки. Он лично руководил подобоем до квартарю, когда раздался противность листья и осколки мины в пересиму спину. Его последними словами были «Я, кажется, убит, взять город». И посмертно он был достоин звания Герой Советского Союза, а рядом вы видите личные вещи, которые его женат передавала лично. И тогда, по-моему, как третьего года пришел к нам и вот этот фарашют, который когда-то принадлежал на Киеве и Праге, и Будапешта. Вот мы видим нафигу Султанову крайне слева. Она была ромистом на бронепоезде, уделяющей военную форму и медаль за взятие Кенисберга. А на землях Мазур, летчик, сражался с освобождением Балгарии. А Николай Анатолия Клещенко сражался в войске Польском и награжден польскими наградами, участвовал в освобождении Паршава. Но Николай Клещенко был танкистом, участвовал практически во всех боевых операциях на территории Порока, и это подтверждает его боевые награды. 16 апреля 1945 года начинаются бои за Берлин. И в этих боях тоже принимали участие наши земляки. Герой Советского Союза, летчик Николай Кузнецов. Он погиб 14 апреля 1945 года. Его самолет был подбит, и он направил свою горящую машину на вражу в портиллерийскую батарею. Зайдите на Георгия Микельсона. Помните, я в первом зале рассказывала про его фотоаппарат? Вот это именно он дошел до Берлина, участвовал в Берлинской операции. Сейчас он живет в нашем городе. Ему 92 года. Посмотрите, нашим землякам есть еще опыт. Вы видите его летную книжку, его форму, твою память. Он и два его друга сдали фонд обороны страны 100 тысяч рублей. Об этом говорит первая квитация, телеграмма Сталина, который благодарит их за этот снос, фонд обороны страны. На эти деньги был построен самолет, на котором они воевали и с фашистской Германией, и с милитаристской Японии. Ну а 30 апреля 1945 года когда исходом взвелось красное знамя Победы. И точную копию этого знамени вы видите в нашем музее. В кархозе 8 мая до портфеля... Итак, наша экскурсия подошла к концу, и мне бы хотелось задать ребятам пару вопросов. Настя, скажи, что тебе больше всего понравилось в рассказе экскурсовода? Мне очень понравилось точное донесение информации в виде интересного рассказа. А также мы много узнали нового о наших героях-омичах, которые участвовали в великом сражении с фашистами. Да, меня тоже удивило то, что много наших омичей отправились на фронт. Ксюша, скажи, какие экспонаты тебе больше всего понравились в музее? Ну, вообще мне понравилось все, но большее впечатление на меня произвел, наверное, все-таки хлеб. Люди голодали, умирали. А мне очень понравился последний зал, где были изображены, были повышенные фотографии, то есть редкие фотографии, на которых были изображены люди, которые были счастливы в этой победе, которые встречали своих героев. А также мне понравились ордена, которые были нам представлены. Аня, вы бывали в этом музее раньше? В этом музее мы бывали в начальной школе. Я думаю, что мы еще и раз здесь побываем на новых экспозициях. Я думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что экскурсия в целом нам очень понравилась, и что... и вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!